Итак, всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makevara.ru. Сегодня я расскажу вам вот о чем. Часто вопрос возникает даже на семинарах, вот когда по макеваре провожу семинары. Как на макеваре на плоской убивать голень? Вот стереотип существует такой, что голень надо колотить обязательно почему-то по круглому, типа по столбу. Обмотан, предположим, ковриком или туристическим ковриком, или чем-то еще замотанным, но вот именно по круглому. Вот на самом деле это стереотип не совсем, наверное, правильный. Да, конечно, получилось так, что человек, занимаясь искусствами боевыми, будь то Китай, Япония, Таиланд, прежде всего на чем работал? Он работал прежде всего на дереве. Ну, дерево, оно цилиндрическое, он по нему колотил ногами, руками, и, соответственно, как говорится, вот поэтому по круглому он убил ногой. Что, кстати, реально, ну для жизни-то, да, ведь человеческое тело и конечности человека, по которым удары ногами наносятся, особенно там удары голенья, они тоже круглую форму, может иметь. Вроде по логике вещей надо бы бить по этому по круглому. Ну, так и можно делать, почему нет? Собственно говоря, так и поступали десятилетиями, со столетиями даже можно сказать. И был эффект, но я делаю вывод такой для себя, а я макеварой занимаюсь уже около семнадцати лет, что набивкой голени, но голени я меньше набиваю, вот это вот я не буду скривить душой, набивкой голени, если бы серьезно, именно на макеваре, я занялся где-то лет десять назад. До этого я набивал голени, конечно, тоже, я накатывал, набивал, вот растирал и все такое прочее, но это имело такой не очень системный характер, вернее системный, но не моя методика еще была, то есть я брал, значит, отрывки и чужие, и какие-то методы, то что найти можно было где-то, этими методами пользовался, и вот их, значит, укладывая в общую систему, то есть основываясь на собственном опыте и на знаниях своих, в области медицины, биологии, физиологии, я разработал, значит, именно системный метод, да, то есть безопасный и эффективный. Вот это самые едва критерии важные. Так вот, на макеваре стал где-то десять лет назад заниматься обновивкой голени серьезно, уже создав, ну, метод. Сделал вывод, что на макеваре набивать голень гораздо эффективнее, да, это не будем не путать, да, такие вещи, как бить, предположим, по мешку голень, там, отрабатывая постановку, там, удара, именно по мешку, под разными тактическими углами, то есть, ну, при перемещении и с тобой прочее, да, в этом плане мешок гораздо больше дает вариабельности, чем та же макевара, которая со стационара стоит, ну, на месте на одном. Как говорится, вокруг нее не попрыгаешь со всех сторон и схем тактических серьезных, таких длинных, без партнера не понарабатываешь. Да, на макеваре с партнером можно работать, но это не предмет. Всего лишь его подкаста. На макеваре делаются две вещи. Я, ну, напомню, да, то есть, первое, это набивка и укрепление. А второе, это постановка мощного пробивного приема. Вот на макеваре это все замечательно делается. На столбе этого сделать нельзя. Да, набивку можно делать на столбе, реально, да. А поставить удар сильно пробивания на столбе нельзя. Ну, сломайте ногу себе и все, или на косницу повредите. Ну, в общем, короче говоря, обязательно будут какие-то травмы. На макеваре нет. И набивка на макеваре тоже получается эффективнее в разы. Я поясню почему. В общем, дело в чем. Во-первых, сама плоскость макевара, ну, с боем, он плоский. А значит, одновременно большая часть голени пробегает к макеваре. Значит, сам боем по ширине, он перекрывает где-то треть голени. И то есть, одним ударом вы набиваете сразу треть голени. Если вы работаете по круглому почему-то, то у вас это касание, оно практически точечное. Но если макевара чем-нибудь обвернуто, столб обвернут чем-нибудь, тогда не точечное. Но все равно локальное. Вот. Поэтому, с трех ударов можно пройти всю поверхность голени. Соответственно, бить можно сильнее. Из-за того, что сам прием распределяется по поверхности голени. Это раз. А два. Макевары пружинят. И это амортизирует прием и тоже распределяет самопогольную нагрузку. Больше того. А помните, да? Сила действия равна противодействию. И, в принципе, сколько вы макевару отогнули, на такую глубину она возвращает вам силу вашего же приема. Столб вы никуда не отогнете. Ну, может быть, там, сантиметр макевару. Правильно сделали. Сантиметров на 15-20 такой может быть. Соответственно, она прорабатывает всю голень от передней поверхности до сзади. То есть, от большеберцовой кости и до наконожной мышцы. Если вы больно бьете. То есть, большеберцовая кость, там, да. Так что здесь эффективность получается в разы лучше. Вырабатывается чувство и навык с правильного приложения силы. А как это выглядит? А выглядит это просто очень. Дело в чем? Так как макевару плоско, то для того, чтобы голень на макевару легла плоскостью всей, а не в угол бойка попали, надо обязательно правильно распределить усилия. И правильно ударить голенью. Так, чтобы она вся легла на поверхность бойка, а не в край. Вот. Это важно очень. И причем это делать надо, находясь к макеваре под самыми разными углами. От фронтального расположения к ней до абсолютно бокового, когда вы сбоку макевара находитесь. Я уже не говорю про все промежуточные между ними. Вот. И во всех этих углах вы должны перпендикулярно к бойку заложиться. То есть, вернее, перпендикулярно к ходу бойка. У вас выработается абсолютное чувство точности и не просто попадание по мишени точности, а абсолютное чувство точности вектора приема. И вы всегда будете в мишень заколачивать удар под 90 градусов. То есть, самым эффективным и самым жестким способом, когда максимальная часть энергии и силы заходит в мишень. Вот это вот очень важно. Собственно говоря, именно поэтому я и считаю, что набивка на макеваре гораздо эффективнее, чем на мешке и на столбе. Ну, вообще мешок это практически тот же самый столб, только помягче. Что касается постановки удара, я уже как бы затронул тут одно на другое переход. То есть, вы ставите прием, во-первых, с чувством точности приема. То есть, с чувством того, что вы четко перпендикулярно к ходу бойка бьете. И сила вашего приема идет четко в мишень до 90 градусов. То есть, это уже для постановки важно, потому что постановка максимально сильного приема, она невозможна без постановки траектории правильной и правильного вхождения электросилы в мишень. А второе, к макевару реально можно бить очень сильно и колотить. В столб сильно бить нельзя. То есть, вы разобьете себе ногу, какая бы нога набита ей не была, вы травмируете себе над козницу. Пусть так все зарубцуется со временем, но рубцовая ткань, она хуже, она хрупкая. Может, она безболезненная, но она не пронизана сосудами, она не кровоснабжается должным образом. И в итоге в этом месте со временем пойдет атрофия, когда компенсаторные процессы закончатся. И кость будет разрушаться, и когда будет за 40 лет, то ноги можно подмышкой носить. Поэтому в столб бить сильно нельзя. В макевар уже можно бить в полную силу, в абсолютно полную силу. И опять же, четко приходится понимание того, а куда нужно бить. Что нужно бить не по поверхности мишени, а нужно бить, выколачивая в глубину. Вот что важно. И макевара это чувство дает. Поэтому голенью у вас удары будут очень четкие. И тем не менее, они проносными не будут, что тоже важно. Потому что будет четкий контроль. Когда макевара, значит, отбойником ударила в рез, бойком ударила в отбойник, эта точка киме, точка концентрации, у вас будет в этом месте максимальный сброс энергии. То есть, будет именно киме. И вас тогда в ударах, если вы промахиваться, ну, такой, может быть, во время боя, это очень часто бывает, вас не будет прокручивать. То есть, спину противнику показывать вы не будете. Потому что, как только нога прошла точку киме, у вас сразу расслабление не прошло. Ну, как бы ноги прошло, и нет чувства именно проноса. То есть, нет такого, ну, проносящей техники. Сразу гашение пойдет удар. Вы будете чувствовать, где именно концентрироваться. вот это вот тоже очень важный момент, который вырабатывается при постановке удара голенью на макеваре. Ну вот, это вот основные моменты. Так что, пробуйте. Ну, даже если макевары без отбойника, то тоже можно работать. Правда, вот этот вот аспект, про который последний я говорил, вы его не прочувствуете. Не поймете так, как надо. А остальное все нормально. Ну вот, а, ну и конечно, вы не поймете, что вы именно на ту глубину пробиваете, на которую нужно. На те 15-20 см, да, которые гарантированно поражают оппонента. Ну, представьте, что вы ногу противника пробиваете на 15-20 см. Если вы попадаете в четко фиксированное колено или в четко вставленное бедро, то что получается? То ломаете, значит, ногу. Если вы на 20 см забиваете ребра, никакой упругости, ребра не хватит, чтобы 20 см смортизировать, сломаются ребра. Ну, то же самое касается костей предплечья, плечи, шеи. Ну ладно, дальше уже продолжать тему не буду. Там и так все понятно. Занимайтесь! Удачи!